всем привет с вами жора и сегодня я хочу рассказать вам свою историю поступления в колледж как я поступал в колледж почему решил поступать в колледж как здесь все сложно ли и вообще какие отличия от школы ну что кому интересно оставайтесь со мной кто первый раз на моем канале и не знает меня до первый раз попали на меня на это видео то обязательно подписывайтесь ставьте лайки и я вас жду в следующих видео поехали начну свое повествование о том что я закончил 9 классов школы был я круглым троечником до восьмого класса то есть восьмом классе у меня было знаете сколько троек 8 8 троек у меня было в восьмом классе а переходя в девятый когда перешел в девятый я подумал что хватит я не хочу быть троечником и по окончании 9 класса для меня это был просто прорыв для моей мамы был прорыв и окончили девятый класс одной тройкой по физике физичка уан лови повторюсь я ушел с девятого класса в колледж и поступил на рекламу то есть я специалист по рекламе закончил первый курс почти прошел я программу 10 11 класса всего лишь за один год то есть почему не пошел в 11 класс до 11 потому что первое считаю что это не рациональная трата времени два года в школе просто просить просиживать штаны а во вторых меня пугает егэ я не хотел сдавать егэ и я этого добился егэ я не сдавал а когда я поступал в колледж у меня были вступительные экзамены я специалист по рекламе поэтому у меня был вступительный экзамен нужно было написать рекламный текст было три темы первое это правило дорожного движения второе это краснодарский край в котором я и проживаю и третья тема уже не помню какая в общем не интересно так как я живу в краснодаре я выбрал тему краснодарский край я расписал рекламный текст написал какие у нас есть курорты что здесь море что здесь не моря достопримечательности в общем да на этом вступительном экзамене наверно было человек 50 и прошло 28 28 человек из 50 прошло и я один из них какие у меня вообще были ощущения когда я поступил в колледж первые дни вот такое вот где я хотя в принципе у нас аудитории не классы называется да а аудитория ничем не отличаются от школьных то есть также стоят парты также стоят стулья два стула одна парта поэтому привыкал в принципе не так уж и долго потому что школьная обстановка еще была до парты и стулья одно занятие в колледже идет полтора часа час 30 минут до школьникам покажется что блин один час 30 минут чего я буду делать как сидеть в колледже один час 30 минут но на самом деле проходит месяц и ты уже привыкаешь к этому графику и посещаешь полтора часа и нормально я сейчас например не понимаю как можно за урок за 45 минут что-то успеть у меня пара длится полтора часа мы не успеваем вать до что-то прочитать пройти материал например по математике просто полтора часа на математику это ну мало конкретно мало поэтому за 45 минут ну алё дальше у меня шестидневка три пары каждый день есть даже когда четыре пары бедные школьники сейчас глаза наверно такие четыре пары офигеть жора как ты учишься но я привык в колледже время измеряется в семестрах то есть в школе это 1 2 3 четверть четвертая а в колледже это первый семестр 2 1 1 1 семестр 2 семестр я гуманитарий просто извините меня после каждой четверти в школе выставляются оценки соответственно у меня в колледже тоже после первого семестра выставляются оценки и после второго выставляются оценки но Но это называется не оценки, а зачеты. Зачет бывает двух типов. Первый – это дифференцированный, и второй – это обычный зачет. Поясняю. Дифференцированный зачет – это когда ты сдаешь зачет, то есть как экзамен сдаешь, такой маленький экзамен. Сдаешь, и преподаватель ставит тебе зачет и рядом оценочку. Это дифференцированный зачет, то есть когда есть оценка. А обычный зачет, например, по физкультуре, ставится просто зачет, не зачет. Оценок в обычном зачете нет. Окей? Окей. В колледже все довольно-таки классно распределено. Оценки, как вообще выставляют оценки, мне нравится. Если ты ходишь на пары, посещаешь, у тебя нету энок, тройка тебе вообще с легкостью и четыре тебе натянут, как бы будет у тебя четыре, если ты ходишь, просто тупо посещаешь, не учишь, просто ходишь, у тебя будет четыре. Если ты не ходишь, не посещаешь, не сдаешь ничего, у меня есть в группе такие чувачки, которые даже никогда не появляются. Или появляются один раз за семестр. Вот. Им уже сложновато, конечно, сдавать сессию, но они как-то сдают. Вот. Сейчас мои одноклассники, бывшие, школьные, которые учились на четверке, были хорошистами, сейчас у них десять троек. Хотя были хорошистами даже без одной тройки, без единой тройки, просто до девятого класса без единой тройки, а в десятом классе вот у них как бы третья четверть закончилась. Вот. Четвертая подходит к концу, десять троек, Карл. У меня одна. Я в колледже учусь. Я поддерживаю связь с некоторыми моими одноклассниками, и они мне говорят, что уйдут после десятого класса. Они один год отучились в десятом классе, а сейчас они поняли, что одиннадцатый класс того не стоит, и это все сложно, и как-то у меня в девятом классе не было ни одной тройки, а сейчас у меня десять троек, как я буду ЕГЭ вообще сдавать? Уходят в колледжи, потратили один год, представляете? Поэтому, чтобы у вас такого не было, уходите сразу после девятого класса и будете чувствовать себя отлично. Ну вот и все. Вот такое коротенькое видео получилось. Я хотел донести до вас какие-то мини-частички информации про колледж. Может, вам что-то понравилось, может, что-то вы узнали новое, да? И если вам было интересно, дайте мне это знать в комментарии, напишите, что Жора интересно, задайте вопросы свои, да, что вас про колледж интересует, про мою жизнь колледжскую, может, вас что-то заинтересовало. Можете задать вопросы в комментариях и, может быть, я дам вам ответ в видеоформате, то есть сниму новый видосик на эту тему. Так что вот, чтобы жизнь была веселой, поступай после девятого класса в колледж. Все. Надеюсь, тебе было интересно смотреть это видео. Если это так, ставь лайк, опять же, пиши в комментарии, будем общаться. И все. Увидимся в следующем видео. Пока!